Вчера, 4 марта 2022 года, Вчера, 4 марта 2022 года, Государственная Дума Российской Федерации приняла сразу же в трех чтениях так называемый закон о фейках. Я приведу выдержку из этого закона, чтобы потом мы могли обсудить, о чем идет речь, чем это нам чревато и вообще, что теперь меняется. Так вот, звучит это примерно следующим образом. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности, будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч рублей до полутора миллионов рублей или в размере заработной платы или одного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Также далее в законе указано, что если подобные действия, речь идет о дезинформации, о действиях вооруженных сил Российской Федерации, так вот, если подобные действия привели к каким-то тяжким последствиям, либо были совершены в группе лиц, либо были совершены, применяя какую-то там заранее изготовленную декорацию и всякие-всякие прочие приготовления, в общем, ответственность может доходить аж до 15 лет лишения свободы. Собственно, по сути, закон этот призван ограничить и оградить граждан Российской Федерации от недостоверной информации о действии вооруженных сил Российской Федерации, где бы там ни было, ну, в данном случае речь идет, понятное дело, об Украине. Ну, в общем-то, цель задачи благая. Зачем нам нужна недостоверная информация о действии наших войск? Конечно, не нужна. Особенно нам не нужна ложная информация о том, что происходит на фронтах в Украине. Однако, мы теперь с нетерпением будем ожидать настоящей информации и хотелось бы еще подтверждение того, что она настоящая, потому что складывается ощущение, что единственным СМИ, которое будет этим заниматься в ближайшее время, будет, видимо, пресс-служба Министерства обороны. В общем, конечно, вот такая вот история. Собственно, если совсем упростить и разъяснить, о чем идет речь, то запрещено и теперь уже наказывается по закону распространение недостоверной информации, но подчеркну, заведомо недостоверной информации о потерях личного состава, о потерях боевой техники и вооружений, о дислокации войск во время боевых действий и, как, видимо, складывается во время спецопераций так называемых. В общем, вся эта информация, будучи ложной, запрещена к демонстрации и к распространению. Тут, конечно, масса вопросов. Во-первых, что такое заведомо ложный? Ну, действительно, человек, конечно, иногда знает, что он врет, ну, то есть вот он точно знает, что это неправда и говорит неправду, но чаще всего информация носит некий такой серый характер, то есть она либо не проверена, либо не подтверждена, либо получена из не до конца достоверных источников, и быть на 100% уверенным в ее достоверности, ну, не представляется возможным. Это очень часто случается в информационном пространстве, особенно с учетом того, что существует некая временная гонка, и информация это очень скоропортящийся продукт, соответственно, ее нужно очень быстро обрабатывать и передавать. В общем, здесь возникает проблема. То есть получить 100% достоверную информацию, хотя бы формально, теперь можно только от пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации. Меру доверия или недоверия к Министерству обороны и пресс-службе и ведомства, конечно, каждый определит для себя сам. Кто-то не верит совсем, кто-то каким-то образом фильтрует и пытается расшифровать то, что говорят военные, но нужно не забывать и о том, что, в принципе, на войне и во время войны, и во время боевых действий, и во время спецопераций, в том числе, суть по всему, очень не принято распространять эту информацию, хотя бы потому, что она, по сути, является разведданными. Ну, так вот сложилось. Действительно, есть такая методика, и кое-кто с ней знаком. Речь идет о том, что из вполне себе гражданских и мирных наборов информации можно складывать определенное представление о дислокации войск, о их численности, о их намерениях и так далее, и так далее. То есть, еще в Великую Отечественную войну партизаны и разведчики считали вагоны. Вагоны, идущие в определенном направлении. Данные о количестве вагонов, перемещающихся туда или сюда, вполне себе складывались потом в некую аналитическую справку, которая могла дать информацию о перемещении войск. То есть, я к чему? Потому что, ну, определенный смысл в засекречивании этих вещей, конечно же, есть, особенно в процессе боевых военных действий, но давать информацию для населения, особенно когда формально мы ни с кем не воюем, у нас войны-то нет, у нас только спецоперация, давать эту информацию, конечно, необходимо. Вакуум и непонимание того, что происходит на Украине порождает вот это вот, в том числе и все вот это вот, все эти домыслы и многие фантазии. Я не говорю о злонамеренных попытках исказить ситуацию, я говорю конкретно о недостоверных предположениях, о слухах и прочих вещах. То есть, тут, конечно, полка о двух концах. Собственно, с практической точки зрения можно резюмировать этот запрет и новый закон следующим образом. Не стоит размещать видеоролики, на которых не до конца понятно, кто кого убивает, но стрельба идет. Особенно не стоит размещать, конечно, эстетической и с политической точки зрения ролики, где демонстрируются убитые солдаты той и другой стороны конфликта. Это не важно на самом деле. Ну, по поводу боевой техники я уже сказал, что отчасти эти видеокадры могут служить и разведданными. Так что будьте осторожны, будьте аккуратны. На первом этапе применения этого закона, безусловно, наши бестолковые силовики начнут действовать как слон в посудной лавке. За любую картинку, любую фотку, любой видосик будут пытаться привлечь вас по этой статье. Тем более, что санкции там такие нешуточные. Это вовсе не административка, а в основном это уголовное преследование. Однако, по моему глубокому убеждению, власти наши опять попали пальцем в небо. На самом деле, им не стоило бояться распространения какой-либо информации о боевых действиях. Дело в том, что российские потребители информации в массе своей, не эксперты, а тот самый глубинный народ, он скорее охотно будет верить в то, что жидобандеровцы сами себя бомбят, чтобы нам сделать плохо, нежели потрудиться разбираться в тех перипетиях и хитросплетениях интересов и событий, которые происходят на Украине. Российский потребитель информации живет скорее интуитивно понятийными категориями, а вовсе не аналитическими. А вот информации о последствиях от геополитических действий Владимира Путина, конечно, нашим властям стоит опасаться значительно сильнее. Последствия эти, которые уже наступают, но все еще не наступили в полной мере, вот они будут достоянием действительно широкой общественности. Именно цены на продукты, именно цены на потребительские товары, именно дефицит, который неизвежно образуется на полках российских магазинов, вот это будет предметом обсуждения. И информация именно об этом наиболее опасна для репутации властей и лично для Владимира Путина. Дело в том, что впервые в истории вообще противостояния России и Запада последних 30 лет, а это противостояние очевидно, впервые за эту историю санкции, которые были применены против России, направлены на 70% мирного населения. Вовсе не на олигархов, не на отдельно взятых чиновников, как это было после 2004 года, а именно на простых людей. Именно простые люди, именно вот этот самый пресловутый глубинный народ, остается без доступных автомобилей, без эффективных лекарств, остается без определенных услуг, без техники привычной для него и так далее, и так далее. Чиновники, ну и те самые пресловутые олигархи, безусловно, все это будут иметь и далее. Ровно так же, как и было в пресловутом нашем вздыхаемом некоторыми Советском Союзе, тогда тоже у партийных бонз были и Мерседесы, были и новинки электроники, и хорошая иностранная мебель, и одежда, и прочее, все это было. А сейчас мы видим ту же картину. Понятно, что чиновники останутся при 14-х, 15-х и 20-х айфонах, которые им так или иначе привезут из-за границы, а вот население останется без дешевых автомобилей, доступных и дешевых автомобилей, останется без электроники, и самое страшное, что останется, конечно, без медицинских препаратов и технологий. Вот это, конечно, самое ужасное. Но, вот повторюсь и завершая эту тему, скажу, что именно информация об экономических последствиях действий Путина вовне, именно информация о последствиях для населения будет самой опасной для властей Российской Федерации. В России больше нету дождя и эхо. Если эту фразу воспринимать без контекста, звучит, конечно, абсолютно абсурдно, но на прошедшей неделе самозакрылся самый большой радиоканал России, и, по крайней мере, самый значимый, я имею в виду, радиоэхо Москвы, и тоже самозакрылся дождь. Вообще, много СМИ на прошедшей неделе отказались либо работать вообще, либо отказались освещать тему войны. Вот, например, «Новая газета» сказала, что они не будут освещать тему военных действий на Украине ввиду того, что теперь существует какое-то совершенно немыслимое и непроходимое количество запретов это делать. Ну, помимо всего прочего, так или иначе, ушли или закрыты «Медуза», «Знаком», «Виллэдж», «Сиэнэн», «Эхо», «Дождь» и многие-многие другие мелкие и крупные средства массовой информации, мы попадаем в тот самый информационный вакуум. Мы не знаем, что будет завтра с YouTube, мы знаем, что вчера Роскомнадзор начал блокировать Facebook по-настоящему, хотя у меня лично с VPN все прекрасно работает, просто летает, так что всем рекомендую. Мы каждый раз, снимая очередной выпуск «Открытой политики», предполагаем, что он будет последним, это, конечно, очень неприятное ощущение, но... Однако, несмотря на то, что российское информационное пространство опустело и практически превратилось в вакуум, я уверен, что нормальные люди все равно не обратятся к Киселевым, Скобеевым и прочим Соловьевым за получением информации. Судя по всему, грядет некий передел и некая трансформация вообще в способах передачи информации. Безусловно, то, что делают российские власти, очень напоминает какие-то догонялки, когда закрывают Телеграм, потом пытаются закрывать Твиттер, потом закрывают Фейсбук, потом выясняется, что Телеграм не закрылся, Твиттер тоже не до конца, Фейсбук вот у меня работает, но власти гоняются за собственным населением, которое прячется в разных социальных сетях, видимо, на очереди ВКонтакт, Ватсап и прочее-прочее. Однако, есть такая то ли шутка, то ли не шутка, но звучит она следующим образом. Если вы закроете нам Твиттер, Фейсбук, Телеграм, ВКонтакт и Ватсап, ну, что нам остается делать? Мы выйдем на улицу, просто погулять. Ну, звучит это, конечно, многозначно, но действительно, как бы, если совсем уж довести дело до абсурда, если совсем людей загнать в какую-то информационную безнадежность, ну, тогда это чем-то может быть чревато для властей. Если уж нам строжайше запрещено теперь обсуждать достижения Минобороны на фронтах в Украине, то давайте пообсуждаем, что мы получили в реальной жизни, уже сейчас здесь, в Уфе, в Башкирии, получили мы от этих достижений и от этих подвигов на Украине. Во что конкретно для нас выливались вот эти действия? Дело в том, что с экономикой воевать существенно сложнее, чем с горсткой неонацистов, наркоманов и националистически настроенных бандеровцев, я уж не знаю, как это правильно там теперь называется по официальной версии. С экономикой вообще-то у Путина, например, никогда не получалось справляться. Он ее не любит и боится, она потому что плюется в него и совершенно ему не подчиняется. Единственная вообще сила в природе, которая абсолютно безразлична к его харизме и очарованию и совершенно его не слушается. Поэтому, по моему глубокому убеждению, именно экономические последствия вот этих всех вещей и определят нашу дальнейшую судьбу и судьбу страны, и судьбу отдельно взятых граждан. Именно экономические последствия приведут в себя и отрезвят вот этих вот совершенно галтелых ватников и путинцев, тех, кто просто хочет верить во что-то абсурдное и абсолютно не хочет воспринимать окружающую их реальность. В конце концов, в самых упоротых из них просто отрезвит дверца пустого холодильника, которая им шарахнет по лбу однажды. Но, так или иначе, дожидаясь этого всего, мы можем поговорить о том, что уже конкретно случилось за минувшую неделю в республике Башкортостан и какие результаты мы имеем. Французы, французские инвесторы отказались от трехмиллиардного проекта по пчеловодству в Ишимбайском районе, чем, собственно, очень помогли дорогому Радио Фаритовичу, по крайней мере, избежать гнева земляков, потому что там реально назревало какой-то кушталл номер два. Через 17 лет после открытия закрылся магазин Икеа. Печалька, мы стали привыкать. Помимо всего прочего, в целом по стране более 30 тысяч человек потеряют работу. У нас в Уфе это примерно 300 человек, которые теряют работу и будут, видимо, ее искать. Кроме магазина Икеа, который закрылся с таким шумом и гаммом и так вообще был посещаем в последний день своей работы, закрылся еще и магазин H&M, а если быть точным, то три магазина H&M. Это была хорошая доступная одежда для всей семьи. И теперь H&M в Уфе и в Башкирии нет. Причем закрылся он, на удивление, быстро, сразу же после объявления. И тоже порядка 300-400 сотрудников этих магазинов будут искать себе работу. Стало известно на прошедшей неделе о том, что почему-то появились какие-то перебои в работе карты ОЛГА. Но, собственно, по-моему, они и не прекращались, эти перебои. Но теперь эту карту ОЛГА зачем-то рекомендуют привязать именно к тем банкам, которые попали под санкции. Вот тут я вообще, честно говоря, не понял. Возможно, это какой-то хитрый ход. Возможно, это такая многоходовочка, чтобы потом было проще объяснить, почему эта бестолковая карта толком не работает. Но, в общем, нужно привязать к банкам, которые попали под санкции. Это вообще странно. Два предприятия из Башкортостана вошли в санкционные списки. Это Салаватский химзавод и ОМПО. Они включены в списки санкций. Но, собственно, для них это не будет каким-то большим последствием. Скорее, наверное, последствия наступят для сотрудников. Это будут проблемы с выездом, если таковое вообще кому-то понадобится. Ну и всякие прочие штуки. Салаватский химзавод, собственно, производит гептил, который является компонентом ракетного топлива. И, наверное, Роскосмос и Министерство обороны обеспечат сбытом это предприятие. Проблем у них не возникнет. Ну, ОМПО, как известно, делает там компоненты и авиационные двигатели для Министерства обороны. Так что здесь тоже, наверное, проблем со сбытом не будет. Но, тем не менее, эти два предприятия попали под санкции. Коснулись действия Министерства обороны на Украине, конечно же, и финансовые системы Российской Федерации. Я говорю о том, что ставка рефинансирования Центробанка стала уже 20%, а вот ипотека на прошедшей неделе пробила вот этот вот горизонт в 20%, и, например, минимальная ставка в банке ВТБ по ипотеке составила 22,4%. То есть, понимая, что ипотека – это, конечно, долгосрочный кредит, если вы его берете, например, на 5 лет, а это не долгосрочный кредит, то есть на 5 лет ипотеку взяли, цена квартиры удвоилась. Если вы взяли ипотеку на 10 лет, что вообще-то нормальный срок, то вы заплатите 3 цены квартиры, ну и так далее, понимаете, да? То есть, ипотека в России умерла. Есть и более масштабные негативные последствия успехов наших войск на Украине. Я говорю о том, что после того, как взлетели цены на стройматериалы в прошлом году, а многие стройматериалы подорожали на 100%, а теперь еще и взлетели валютные цены на отделочные материалы, в Башкирии начали прикрываться некоторые конкурсные процедуры. Я говорю о том, что не состоялся конкурс на реконструкцию театра кукол, который был запланирован к 450-летию Уфы. Ну, просто не нашлось дураков, которые возьмутся за реконструкцию по тем ценам, которые были там прописаны в период до 24 февраля. Соответственно, что-то мне подсказывает, что подобные процессы пойдут по всем юбилейным конкурсам и по всем масштабным проектам, которые запланированы сейчас в качестве госзакупок, потому что реально цены изменились на все, в том числе и на работы, и на материалы, на некоторые вдвое. Ну, мы ходим в магазины, мы видим, как меняются цены, причем это ведь даже процессы, которые произошли буквально в несколько дней. А впереди у нас достаточно длинный период того, как эти цены будут меняться, но уже сейчас это видно. Например, цены на тонеры для принтеров резко поменялись в два раза. То есть, поднялись в два раза. Ну, это 100% импортный товар, и он достаточно быстро оборачиваемый, соответственно, вот цена на тонеры для принтеров удвоилась просто в течение нескольких дней. Какие-то продукты подорожали там на 10-15%, на 20-30%. Наш Башстат или кто там по торговле жалобно блеют какие-то цифры типа 1,5-2,5%, но на самом деле мы же своими глазами видим, что это вовсе не 1,5 и не 2,5%. Особенно это касается каких-то базовых продуктов, это макароны, сахар, какие-то еще вещи. Ну, вот это прямо видно. Кроме всего прочего, появилась информация о том, что разрываются и рушатся логистические цепочки. Многие ритейлеры заявили о том, что у них прекращаются поставки определенных групп товаров, или, по крайней мере, они прерываются. Но на полках это заметно. Я специально поехал в супермаркет, посмотрел. Конечно, пустых полок все еще нет, но то, что исчезли определенные группы, это и есть. Ну, первое, что будет, видимо, так ощутимо меняться, это цены на всевозможные абсолютно импортные товары. Это всякие кофе, какао, чай и прочее, прочее. Потому что, ну, это очевидно, что все завозное, а там дальше уже, как говорится, видно будет. Кроме всего, вот этого, конечно, очень заметна была реакция автопроизводителей и продавцов автомобилей. Понимая, что из России ушли практически все сборочные производства, за редким исключением, мы, наверное, очевидно должны понимать, что дефицит импортных автомобилей или автомобилей, собранных из импортных компонентов, это уже даже не вопрос, а данность. Цены я уж не обсуждаю, потому что даже старая Нива 80-х годов конструкции, но новая, выпущенная сейчас, уже приближается по цене к 2 миллионам рублей. Понимаете, да Нива вот эта, с круглыми фарами, не Шевенева, а вот эта, вот. Ну, про Саку и Ладу Веста я уже молчу. Там, по-моему, она перешагнула 2 и приближается к 3 миллионам рублей. А уж там про приличный какой-нибудь автомобиль Рено, Ниссан или уж не дай бог Тойота, тут и говорить нечего. Но есть и хорошие новости. Вообще принято завершать обзор подобных новостей хорошими новостями. В Белом доме чиновникам на прошлой неделе подняли зарплату на 25%. Радий Фаридович позаботился о своих сотрудниках, и все в Белом доме теперь на четверть будут больше получать зарплату. Понимаете, да? Вот злые люди, те, кто говорят, что Радий Фаридович не заботится о народе. Радий Фаридович день и ночь заботится о народе, просто не обо всем народе, а части народа. Но чем сотрудники Белого дома не народ Башкортостана? Тоже это немножко такой маленький, особый такой народец Башкортостана. Вот они там сейчас получили по 25% прибавки к зарплате. Ну, порадуемся за них. Видите, заботится же все-таки о них правительство. Все-таки есть немножко у нас и чисто башкирских новостей. На прошедшей неделе стало известно, что у Министерства внутренних дел больше нет претензии к банкиру Галямову и его племяннику-строителю Гарипову в связи с золотым запасом. Как заявил 27 февраля Флюр Галямов, даже появился шанс у вкладчиков получить обратно свои деньги из золотого запаса, но не раньше, чем через 2-3 года. Если честно, это, конечно, очень смешно. Учитывая, что инвестиции, я беру это слово в кавычках, были уже обесценены на данный момент раза в два, сами понимаете, что останется от них через 2-3 года. Ну, собственно, это будет сумма, за которой, наверное, будет даже лень ехать в кассу, либо она будет существенно меньше, чем плата за проезд, чтобы съездить и забрать эти деньги. В общем, конечно, как-то странно все получилось с золотым запасом и первым трестом. Ну, вот как получилось, так и получилось. Поистине чудесное событие произошло в республике и в Уфе. После того, как советница Хабирова по расстановке скамеечек в парках, а по совместительству еще и заместителя руководителя глав архитектуры Уфы, Ольга Сараполова имела неосторожность нелестно отозваться о российской медицине, она лишилась всех своих должностей и постов. Вот прикиньте, Хабиров утверждает, что если даже вот его сотрудника берут под стражу, и он год сидит под стражей и идет следствие по поводу коррупционных статей, я говорю о Беляеве, Хабиров говорит, я этого человека не брошу, я пока вот приговора не будет, не считаю его преступником, и даже с работы не увольняю. Вот такая позиция у Хабирова. А Ольга Сараполова просто высказала свое недовольство тем, как ее обслужили в поликлинике. Ну, правда, она, конечно, добавила очень крамольную фразу о том, что ей стыдно жить в этой стране, и мгновенно после этого она вылетела с работы. Понимаете, что творится в головах этих чиновников? То есть, если человек предполагаемый вор, предполагаемый вор, то он все еще может остаться вот в этом кругу, он может остаться приближенным, он может быть сотрудником. А если человек что-то, значит, нелестно сказал о системе, которую они же и создали, вот он сразу же как пробка из бутылки вылетает, значит, и в никуда. Ну, это очень характеризует не только Хабирова лично, но и вообще всю систему. Возвращаясь к Сарапловой. Теперь, как говорится, святое место осталось пустым, совершенно непонятно, кто будет советником Хабирова по всевозможным парковым пространствам, однако есть информация о том, что Хабиров по веянию времени охладел к благоустройству парков и скверов, и теперь душа его лежит больше к милитаристской тематике, к паркам типа Патриот, потому что вот на прошедшей неделе Хабиров отправился в строящийся парк Патриот в Алкино, и там, значит, Маха руками разложил перед собой карты, и прямо как Чапаев, значит, с помощью картошки объяснял, как здесь будет город заложен. Собственно, Хабиров клянется, что к 24-му году парк Патриот будет построен. Черт с ним, с кукольным театром, черт с ними, с остальными очагами культуры, но парк Патриот кровь из носу будет построен. Традиционно новости о спорте идут всегда в конце всех новостных выпусков и передач. Мы сегодня поговорим о спорте, хотя бы о околоспортивном событии, мы редко это делаем, но вот сегодня случится. Я говорю о том, что буквально вчера Хабиров и его приближенные на хоккейном матче Салавата и Иваева устроили перформанс, вывесили в своей ложе такой транспарант с буквы Z, которая была написана почему-то георгиевской ленточкой. Ну, это очень странно. Выглядело, причем даже болельщики это отметили, потому что все-таки спортивные мероприятия. Вообще в мире и в культурном обществе не принято смешивать спорт и политику, но судя по всему Хабиров наконец понял, что он недостаточно яростно поддерживает курс партии и правительства, что он недостаточно выразил свою преданность лично Владимиру Путину вот в последние дни, и это стало заметно. В общем, решил как-то наверстать. Ну, те, кто это видел, и те, кто смотрел это вживую, либо на кадрах в интернете, отмечают с иронией, ну, я бы сказал, со злой иронией, что единственное, чего добьется Хабиров в данном случае, это он потеряет возможность навещать своих дочерей за границей, встречаться со своими родными и близкими, которые живут в странах НАТО. Ну, кто-то предположил, что Хабирова лишат там заграничной недвижимости, которую он предположительно владеет. У меня нет информации о том, владеет ли Хабиров заграничной недвижимостью, однако я обладаю информацией о том, что практически все российские и башкирские чиновники все-таки тяготеют к проживанию в странах НАТО и странах с теплым и ласковым климатом, и очевидно, что многие из них, если не все, лишились этой возможности, если не навсегда, то очень надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова